Из далекой столицы Урала в Ростов вернулся известный спортсмен, паракаратист Сергей Бурлаков. Приехал он не с пустыми руками. Таганрожец привез домой серебро всероссийских соревнований по ультра-триатлону. Пятидневный челлендж, пять аэроменов в дистанции 220 км, пять дней подряд. Соревнования по триатлону Ермак проходили сразу в нескольких городах Среднего Урала, Нижнем Тагиле, Серове и Екатеринбурге. Спортсмены соревновались в велосипедной гонке и скоростном беге, а Сергей взял на себя плавание. Задача усложняла погода. Несмотря на начало лета, вода была ледяная. Но Сергей у моря по колено. Он и не думал отступать. Температура воды комфортная такая. Плюс семь, плюс восемь. Температура воздуха на старте была плюс одиннадцать, плюс четырнадцать, по-моему. В последний день Урал подарил нам солнце. Было под двадцать градусов тепла. Это был первый подобный старт на материке Евразии и второй ультратриатлон в мире. Похожие соревнования Эпик-5 ежегодно проходят на Гавайях. Российские организаторы решили рискнуть и в итоге остались довольны и всей гонкой, и особенно ее нетривиальным участникам из далекого Таганрога. Сергей потерял руки и ноги после обморожения во время службы в армии, но не сдался. Он получил известность в 2004 году, преодолев Нью-Йоркский марафон длиной 42 километра. Тогда же Бурлакову был присвоен титул «Человек планеты». Без рук и без ног и многих обгонял нормальных людей. То есть не каждому такое по силам в принципе, а Сергей это смог и показал хороший результат. Марафон «Ермак» не всем оказался под силу. Из всех участников до финиша дошли всего 16 человек. Были даже спортсмены, которые снялись с дистанции до старта. География участников поражает. Краснодар, Москва, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Энгельс, Тольятти, Таганрог. В итоге в копилке у Сергея общекомандное серебро. Как и подобает победителю, ко всем трудностям Бурлаков относится с юмором. Мы после 7-8 градусов тепла на второй или на третий день зашли в воду, она была плюс 11, по-моему, на второй день. Плюс 11. Я говорю, пацаны, я говорю, взяли, я говорю, веники, париться будем, вода-то теплая. Помимо спортивной программы, наш герой в Екатеринбурге проводил по две встречи в день с ребятами из детских лагерей, рассказывая им о бодрости духа и пользе здорового образа жизни. В будущем году Сергей планирует принять участие в этих соревнованиях вместе с сыном. Каролина Стрельцова, Данила Фламенко. Специально для программы «Утро». Данила Фламенко. Специально для программы «Утро».